Альфа-Ньюс Несмотря на все заявления о том, что Армения стремится установить эпоху мира, само руководство страны понимает, что это весьма сложная задача, особенно в условиях того, что Азербайджан не скрывает своих намерений в отношении нашей республики. В частности, Никол Пашнян на дискуссионной площадке в Париже заявил следующее. В азербайджанских школах, университетах и средствах массовой информации пропагандируется так называемая концепция западного Азербайджана, которая подразумевает подготовку новой войны против Армении. Все это происходит, несмотря на то, что мы, похоже, близки к подписанию мирного договора с Азербайджаном, и эта проблема вызывает серьезные вопросы относительно искренности официального Баку. По его словам, в результате осуществленной Азербайджаном этнической чистки более 500 тысяч армян не имеют возможности жить на родине. 500 тысяч – это число армян, насильственно выселенных из Азербайджана и ставших беженцами в результате этнической чистки. В начале 90-х годов около 360 тысяч из них были насильственно выселены из Азербайджана в результате сумгаидских и бакинских погромов и политики армянофобии. С тех пор армянофобия возведена в ранг государственной политики Азербайджана, заявил Пашинян. Одним из основных ньюсмейкеров прошедших семи дней стал секретарь Совета Безопасности Армении Армен Грикорян, который сделал целый ряд весьма резонансных заявлений, которые позволяют нам понять всю суть внешнеполитической концепции действующей власти. У Армении, разумеется, есть идея евроинтеграции, но также есть и идея стать страной с внеблоковым статусом. То есть спектр очень широк. Мы прислушиваемся к политической общественности и пытаемся понять, каковы наилучшие инструменты, которые могут обеспечить безопасность и развитие, сказал Грикорян на конференции «Стратегическое будущее Армении. Армения-Европа». Вместе с тем он также подчеркнул важность роли миссии Европейского Союза в Армении в вопросе расширения сотрудничества с Европейским Союзом в сфере безопасности. «Эта миссия изменила представление о Европейском Союзе в армянской общественности. Ежедневные встречи, каждодневная работа и ее результаты имеют однозначно позитивный результат», считает Грикорян. С одной стороны, мы видим, что Армен Грикорян, выступая на конференции в Брюсселе, заявляет о том, что руководство страны, прислушиваясь к так называемому гражданскому обществу, которое во многом аффилировано с действующими властями, задумывается о том, чтобы сделать Армению государством с внеблоковым статусом. С другой стороны, мы видим, что на той же самой конференции, на которой выступал Армен Грикорян, делаются заявления о том, что Армения обязательно должна выйти из состава ОДКБ и интегрироваться в Евроатлантический альянс. По итогам конференции, состоявшейся в Брюсселе, была распространена декларация, в которой было отмечено, что выход из ОДКБ и интеграция с НАТО являются видением будущего Армении. В декларации отмечается, что участники форума объявляют стратегической перспективой интеграцию Армении в Европу. В документе также содержится требование к властям Армении выйти из состава ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и продолжить отношения с Россией исключительно в двустороннем формате. Таким образом, участники форума заявляют «Стратегическое будущее Армении – полноправное членство в Европейском Союзе. Стратегическое будущее Армении – интеграция в систему евроатлантической безопасности. Стратегическое будущее Армении – развитие демократии и защита основных прав человека. Стратегическое будущее Армении – стать частью семьи цивилизованных наций». Вторым резонансным заявлением Армена Григориана можно считать заявление, сделанное им в эфире общественного телевидения Армении, когда в своем интервью Григориан заявил о том, что возможным местом, где будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, являются Соединенные Штаты Америки, а конкретнее американская столица Вашингтон. «Мы готовы продолжить переговоры, чтобы завершить работу над мирным договором и при возможности подписать его до конца года. Есть возможности на разных уровнях провести переговоры в Вашингтоне». Секретарь Совбеза также отметил, что армянская сторона едет на переговоры в те страны, где видит возможности и где есть четкие предложения. Григориан заявил, что не обладает информацией по поводу таких предложений от официальной Москвы. Ни для кого не секрет, что одной из самых главных основ новой структуры безопасности, новой архитектуры безопасности Южного Кавказа является тема разблокирования региональных коммуникаций. И за прошедшие 7 дней был сделан целый ряд весьма важных заявлений по данной тематике. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию Интеррис заявил о том, что если Армения, согласно азербайджанской формулировке, не выполнит взятых на себя обязательств по вопросу разблокирования коммуникаций, то у Азербайджана есть альтернативный вариант. Проект по соединению основной части Азербайджана с Нахачеваном через территорию Ирана, железнодорожным и автомобильным транспортом. И этот проект будет реализован в кратчайшие сроки. Тему потенциального обхода Армении региональных коммуникаций на неделе затронула и официальный представитель Минроссийской Федерации Мария Захарова. Армения, действуя по наводке Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, вне рамок трехсторонних договоренностей, сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций. Много где Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз выступали гарантами. Мало где у них получилось сделать что-то хорошее и позитивное. Чаще всего они много обещают, мало делают и используют ситуацию исключительно в собственных целях. Русофобия у них на повестке. Антироссийские шаги это то, что является дорожной картой, маниакальной страстью, заявила Захарова. Она отметила, что США и ЕС безразличны к будущему стран региона. Их интересует как бы всех рассорить. За прошедшие семь дней мы столкнулись действительно с весьма парадоксальной ситуацией. Ситуацией, когда фактически самым высокопоставленным чиновником в Армении, который говорит о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха, является посол Исламской Республики Иран в Армении. Посол Ирана в Армении Мехди Собани в интервью армянскому средству массовой информации заявил о необходимости защиты прав армян Нагорного Карабаха. Мы признаем территориальную целостность Армении и Азербайджана согласно международным нормам и нормам ООН, но это не означает, что права людей, находящихся там, должны быть нарушены. Мы считаем, что права народа Карабаха должны быть обеспечены. Права каждого представителя народа Карабаха должны быть обеспечены. У него должна быть возможность реализовать свои права. Это реальность, которую никто, в том числе и Азербайджан, не может игнорировать. Когда начался Карабахский кризис и карабахцы приехали в Армению, группа беженцев находилась в Капане. Я пошел и спросил их, почему они покинули этот район, и они сказали, что их жизнь в опасности. Страна, которая называет других своими гражданами, должна обеспечить такие условия, чтобы эти люди чувствовали себя в безопасности, и не покидали эту территорию, эту землю. Мы сторонники обеспечения законных и легитимных прав народа Карабаха, заявил посол Иранской Исламской Республики в Армении. После того, как стало известно о том, что Никол Пашням пропускает очередное заседание в рамках ОДКБ, в частности, саммит глав государств, намеченных на 23 ноября, который должен состояться в Минске, в Армении, в России, да и в целом в регионе, участились разговоры о потенциальном выходе Армении из договора о коллективной безопасности. Собирается ли Армения выйти из ОДКБ? Об этом на заседании парламента 15 ноября спросил у Пашняна депутат Агнеса Хамуян. В ответ на это Пашнян заявил, «Мы не собираемся и не думаем об этом». Я бы предпочел сказать, что мы не отказались, а решили не посещать конкретно эти мероприятия по разным причинам. Что касается того, готовлю я почву для чего-либо, то я ни для чего не готовлю почву, поскольку она либо есть, либо ее нет, независимо от нашей подготовки. Вместе с тем, завершая свой ответ, Никол Пашнян отметил, «В стратегическом плане мы не собираемся заявлять о смене политики до тех пор, пока не заявим или не решим выйти из состава ОДКБ», заключил он. Ситуацию с выходом страны из ОДКБ на неделе прокомментировали и в самой организации. Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе и в организацию. Никаких заявлений о том, что выходит Армения из организации договора о коллективной безопасности, их не было. Каких-то документов на этот счет не поступало. Я лично их не видел, сообщил начальник объединенных штабов ОДКБ Анатолий Сидоров. Вновь пришло время представить вашему вниманию несколько коротких новостей. Азербайджан отказался от участия в предложенной Соединенными Штатами Америки встрече министров иностранных дел Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне 20 ноября. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана. «Односторонний подход США может привести к тому, что Соединенные Штаты Америки утратят свою роль посредника», говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с заявлениями помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях в Конгрессе. «Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении», говорится в комментарии. Кремль сожалеет о том, что премьер Армении Никол Пашнян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации договора о коллективной безопасности, который пройдет 23 ноября в Минске. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. При этом он добавил, что формат Организации договора о коллективной безопасности сохраняет свою актуальность. «И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом», подчеркнул Песков. О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ в Минске сам Пашнян предупредил в телефонной беседе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он выразил надежду на то, что партнеры по объединению поймут это решение. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило раздачу школам предоставленных России учебников на русском языке под предлогом необходимости проведения экспертизы этих материалов. Об этом 16 ноября в своем телеграм-канале написал вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Юрий Воробьев. Напомним, что русская гуманитарная миссия доставила в Армению 53 тысячи учебников по географии, физике, химии, геометрии для местных школ. Из них 800 книг были переданы школе УСМУГ Российско-армянского славянского университета. Остальные должны были быть распределены в 27 школах Еревана и областях Армении, в Араратской, Ширакской, Армавирской, Сюникской, Вайотзорской, Котайкской и Тавужской областях. Если мы попытаемся составить действительно рейтинг именно топ новостей уходящих 7 дней, то на вершине этого рейтинга можно назвать слушания, которые прошли в Американском Конгрессе, которые можно считать бенефисом помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена. Бенефисом в том контексте, что американский дипломат практически прямым текстом обозначил все те основные направления внешней политики Соединенных Штатов Америки в регионе, о которых в прошлом мы могли просто догадываться, однако на этот раз все было сказано прямым текстом. Из заявлений О'Брайена, сделанных на слушаниях в Конгрессе, можно выделить следующие тезисы. Армения и Азербайджан могут строить свое будущее за пределами оси Россия-Иран. Цель Соединенных Штатов Америки – добиться ухода российских миротворцев из Карабаха. Российских миротворцев в Нагорном Карабахе необходимо заменить на военных из США и Европы. Любой транспортный коридор, который будет создан в Армении с применением силы или при участии Ирана, столкнется с решительным ответом. США приостановили оказание военных и иной помощи Азербайджану. Даже бегло ознакомившись с речью О'Брайена в Конгрессе, можно сделать вывод по целому ряду процессов, которые за последнее время разворачивались на наших глазах и у многих наших зрителей, у многих представителей армянской общественности могли возникать вопросы о том, почему мы имеем дело именно с той реальностью, с которой мы имеем. Мы получили полные ответы на вопросы о том, что способствовало тому, что на территории Нагорно-Карабахской республики разжигались антироссийские настроения. Для чего перед базой миротворцев Российской Федерации проходили различные акции протеста? Почему антироссийские настроения подогревались и на территории самой Армении? Ответ был представлен во время слушаний в Конгрессе. И как еще раз отметим, было сказано, что целью Соединенных Штатов Америки является достижение такой ситуации, при которой российских миротворцев просто не будет на территории Арцаха, и этих миротворцев должны заменить военные Соединенные Штаты Америки. Сейчас можно также понять, для чего именно после прекращения огня в сентябре 2023 года в Арцахе целенаправленно генерировалась паника. Хотя в те дни даже азербайджанские источники писали о том, что в ближайшие годы азербайджанские войска не смогут войти в Степанакерт. Целенаправленная генерация паники — это, например, когда бывший высокопоставленный арцахский чиновник на своей странице в социальных сетях публиковал кадры передвижения по Степанакерту российских БТРов, называя их «Азербайджанской тяжелой военной техникой». В ситуации с ослушаниями в Конгрессе примечательно и то, что за несколько часов до их начала азербайджанские СМИ фактически опубликовали инсайды из будущей речи О'Брайена по части приостановки оказания Вашингтоном военной помощи Азербайджану. Сами ответьте на вопрос, кто и для чего мог слить речь О'Брайена еще до его выступления. Кстати, об Азербайджане. Местные проправительственные СМИ уже ответили на заявление американского дипломата. Так, из публикаций местных СМИ стало известно, что готовясь к сентябрьской агрессии против Нагорно-Карабахской республики, Илхам Алиев, цитируем, «учитывал давление нерегиональных игроков, в то же время неоднократно предупреждал, что никакая сила не сможет помешать Баку, так сказать, восстановить полный контроль и полный, так называемый, суверенитет над рядом территорий». Вместе с тем, эта позиция Алиева была в полном объеме доведена до сведения официальных представителей Соединенных Штатов Америки. Комментируя же при остановлении военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Америки, все те же СМИ отметили, что поддержка США рассчитана главным образом не на укрепление безопасности Азербайджана, а на защиту интересов самих Соединенных Штатов Америки в стратегическом противостоянии иранскому фактору. Однако, на наш взгляд, важнейшим выступлением О'Брайена был его тезис о том, что у Армении и Азербайджана есть будущее и есть будущее вне оси Ирана и Российской Федерации. Это то, о чем неоднократно говорилось в том числе и в нашей студии, о том, что в представлении Соединенных Штатов Америки в нашем регионе, в Закавказе, должен быть создан военно-политический союз. Военно-политический союз Армении, Азербайджана под патронажем Турции. Цель этого военного союза должно быть противостояние, противодействие политике Ирана. Если говорить более открыто, то целью этого союза должна быть война против Российской Федерации, против Иранской Исламской Республики. И практически прямым текстом об этом говорится. И говорится об этом уже не в первый раз. Еще в мае старший советник Госдепартамента США Луис Боно заявлял о том, что США стремятся к тому, чтобы Ереван и Баку могли жить вместе, укреплять экономические связи и даже обеспечить коллективную безопасность в регионе. И тогда, и сейчас, к сожалению, очень многие так и не поняли суть формулировок американских дипломатов. В целом же на заявление О'Брайена и на его предложение азербайджанские СМИ также уже успели ответить. Алиевские СМИ напомнили Вашингтону провал администрации Барака Обамы по налаживанию отношений Турции и Армении без, цитируем, учета интересов региональных игроков. Из Еревана также на предложение строить будущее вне оси Армении Иран ответили. И ответил Никол Пашинян, который в национальном собрании заявил о том, что Армения не плацдарм и не форпост, намекая на подобные формулировки, звучавшие в прошлом в адрес Армении от высокопоставленных чиновников из Российской Федерации. При этом ни слова не сказав о том, а считает ли он Армению буфером между Российской Федерацией и Западом, как ранее страну называл президент Франции Эммануэль Макрон. На неделе в Армению поступила первая партия французского оружия. Армения начала получать военную технику от Франции. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии ранее прибыла в грузинский порт Поти. Франция приступила к вооружению армии Армении в рамках заключенного в октябре в Париже соглашения. В первой партии французы поставили Армении многоцелевые бронеавтомобили Бастион. Отмечается, что поставки идут морем через Грузию. Груз прибыл в порт Поти, где произошла разгрузка, а затем по железной дороге техника направилась в Армению. Отметим, что официально Франция о поставке бронеавтомобилей Армении не сообщала. Первым делом официальный Париж обещал поставить Армении средства противовоздушной обороны, в частности РЛС и зенитные системы. В дальнейшем французское издание Ouest France сообщило о том, что Франция отправила Армении бронемашины Бастион, которые изначально предназначались для Украины. Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерии и противотанковых ракет. СМИ также сообщили, что партия насчитывает не менее 21 боевой единицы. За прошедшие несколько дней стало известно и то, что ЕС принял решение усилить свою наблюдательную миссию, которая уже несколько месяцев находится в Армении. Европейский союз принял решение усилить свою миссию в Армении и проводить больше патрулей на чувствительных участках границы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы призываем к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном в рамках работы, проделанной представителями Европейского совета, потому что нам это необходимо. Мирное соглашение может быть подписано, и мы обязуемся продолжать нашу посредническую миссию», заявил европейский чиновник. Он также заявил, что послание Европейского союза Азербайджана очень четкое. «Любое посягательство на территориальную целостность Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия по части качества взаимодействия Брюсселя и Баку». Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюсселю следует быть крайне бдительным в отношении любых попыток дестабилизации Армении как во внутреннем, так и внешнем планах. Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан. Планы Соединенных Штатов Америки по Украине провалились, и после этого они звериной хваткой вцепились в Армению. Об этом на неделе заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, Москва рассматривает последние шаги армянского руководства как звенья одной цепи порабощения. Захарова уточнила, что речь идет об отказе Николы Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Миске, откровениях секретаря Совбеза Армении Армена Грихаряна по поводу так называемой евроинтеграции, расширения и поставок в республику западных вооружений, внезапной дружбы Еревана с киевским режимом. Ну, наверное, как звенья одной цепи, только, мне кажется, это цепь порабощения. Это не разрыв цепей, сковывающих и освобождающих, а это как раз цепь порабощающая. Кто же стоит за желанием навязать этой стране, этому народу вот такую идеологию? Ну, Запад, очевидно, этого тоже никто не скрывает. Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились. Такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению. Пытаются оторвать ее от России. Армения и Россия суверенные государства. Все договоры между ними заключены добровольно и дают конкретные результаты, заявила также Захарова. Контакты между Россией и Арменией интенсивны. В первую очередь обсуждаются договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне, оформлены соответствующими документами, добавила она. Официальный представитель Российского внешнеполитического ведомства отреагировала также и на публикации в армянских СМИ о давлении Москвы на Ереван по открытию так называемого Зангизурского коридора и затронула заявление армянского внешнеполитического ведомства. Эти инсинуации просто надоели. Мы не используем термин «Зангизурский коридор» применительно к этой части региона. Мы говорим о маршрутах, проходящих из Азербайджана в Нахичаван через Сюникскую область Армении. По словам Захаровой, Москва выступает не за создание одного какого-то маршрута, а за полное разблокирование экономических транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и за то, чтобы это происходило на взаимовыгодных условиях. Такова была армянская неделя. Мы с вами встретимся ровно через 7 дней в эфире Альфа-Ньюс. До новых встреч и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова